...на полчаса. Если у вас будут какие-то вопросы по этому фильму, буду родной так видеть. Всем ребятам спасибо. Было очень приятно в такой компании оказываться. Мудрое решение первым начать хвалить. Правильно, молодец. Меня зовут Марья Махиева. Я представляю фильм «Нейтрина Эмбертал». Здесь еще звукорежиссер наш, Ваня Крылов. Он очень постарался. Нашел преподавателя, который есть в фильме. Буду рада вопросам. Ну вот правда тут рада. Скорее создание, мне нужно хотя бы два слова. Где-то услышала про этот нейтринах? Как-то поехала в эту гору, как тебя попустили? Ну мы... Два месяца примерно я переписывалась просто с руководством, чтобы нас туда пустили. Потому что это почти закрытая обсерватория. Потому что 60 тонн галли... Там была целая история в 90-е. Хотели украсть. Тоже съемочная группа как будто бы приехала и объясняла, где этот галлий находится, чтобы его украсть. Потому что... полкило галлия стоит как бы... 500 долларов. Ну и... А там 60 тонн. Вау! Охраняется. Так что это кино? Мы ехали снимать первую часть. Вот. И я долго ждала, что я киношница, что все будет хорошо, что письмо от университета, мастер мой. Названивал он тоже. Все это было очень сложно. В итоге нас спустили, и я еще где-то месяц ходила сама, чтобы они привыкали к камере, до момента, когда моя оператор могла приехать. Спасибо. Всем доброго вечера, меня зовут Александр Гришин, я акцент фильма «Кто стоит за окном?». История создания началась, наверное, с детства еще. У меня в детстве была лазерная каска, они были очень популярные по времени, и я вечерами забавлялся, светил людей из окна, у меня была квартира на этим этаже, я развлекался, просто светил на людей, которые там проходили, ну, может быть, в одном части двора, а в другом, поскольку там лазер был очень мощный, и он попадал либо на одежду, либо под ноги, и многие пугались либо этого, либо замирали, и сразу начинают озаряться. искать, откуда этот источник, и как-то в один из вечеров мне попался некий мужчина, переходил мужчина, такой, видимо, пожилой, так очень медленно шел, очень долго переходил в горы, и я думал, я говорю, прикольнусь, посветил, посветил на него, посветил, и посветил, но он как бы остановился на это разглядывать, и очень-очень, неимоверно, медленно повернулся, и прямо по направлению, в общем, где светил я. Я так сразу спрятался, пошел очко, вот, потом посмотрел, выглянул, он до сих пор стоял, смотрит, 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 стоит, смотрит, не отходит никуда, и пошел уже, наверное, 5, 10, а он все стоит, смотрит в окно. Я, в общем, дико зайду, быстро, взорвавшись в шторы и спрятался, ну, у меня было 5, тогда. И, в общем, эта история очень красила у меня в голове, и сейчас спустя много-много лет это был, что у меня был в сценарий. Польер спицы по голове не делал, да? Чем больше нет. Польер спицы нет. Хорошо. Давай черяба на проводе. Ну, смотрите. То есть, чем понравилось? Много картинки, меньше говорят. Мне это нравится. Крокометражка, ну, по крайней мере, для меня, это больше всего, что ты видишь. Меньше, как бы, для ушей. Но я вот во всякие детали люблю вникать. Когда я верю, я верю. Вот к чему я не верю. Парень такой вот, который кроме бутылки ничего не держал, и парень со стволом, который такой, как бы, профи, да? Может, мне показалось, но курок не был взведен. И когда он взял ружье... А вы не работаете? Просто, как мне кажется, что... Я понял, по-скому. Ты знаешь, что я не верю? Почему я не поверил? Он говорит, какая там неприятная ситуация. Мужичок с бородой не так бы себя повел. Он бы просто отнял ружье. Курок не был взведен. Он когда ходил по камышам и поставил, ну, как бы, к дереву, он не был взведен. И когда он увидел бы свое ружье человека, он бы отнял, он бы не стал бы разговаривать. Тут надо было, чтобы еще по камышам взвел его и поставил. Тогда бы какой-то страх он испытывал перед пареньком. Пареньок, кроме бутылки своего, ничего бы как не держал. Он просто на новичок. Вот здесь вот немножко не верит. Но опять же, это детали, как мне показалось. А вообще, улетный всего, мне больше понравился этот фильм. Поэтому большой привет там Роману. Спасибо за вопрос, но я считаю, что вопрос, ну, это скорее не столько ответ, а сколько размышления насчет того, что финал более чем открытый, потому что мы все знаем, что в ружье там либо один, либо два патрона, а этих парней три. И то есть так или иначе, и этот парень, как вы правильно заметили, мало чего держал в своей жизни, то есть он, скорее всего, может еще и промахнется, а может быть даже и не выстрелит. И он не знает суть этого ружья. Но, честно сказать, мы не обратили внимания на эту вещь, на курорт. Может быть, я не обратил, может быть, Роман обратил. Кто-то с бородой бы обратил. Он был там плохим героем, он бы обратил на это внимание. Понимаете? А вообще, это не все улетно. А вы думаете, что вот это, какая-то неприятная ситуация? Конечно, он на себя и у него не для места. Нет, я просто представляю, как я бы на его месте действовал. Ну, кажется, он для себя-то не испугался. Да. Он за понимание, что это слишком. Это точно. Ну, для мальчика, там открыт, неприятная ситуация. Она же для того, кто держит ружье, и он сведет друг к другу. Кто его знает, кто как понял. У нас была еще очень веселая альтернативная версия, где он в конце просто чихает и выстреливает. Рома, наверное, просто решил отозлать изначально. А ты как думаешь? Еще вопросы. Если вы сможете снять, я скажу, что неприятная ситуация режиссера Романа Баранова, на вас придет с камеры, и вы все просто поаплодируете. Просто для Романа. Все согласны к мне? Это в кино, как бы, жизнь и так не бывает. Нет, осудить все равно, что я... Жизни вообще не понравилось кино, но... Да, вдруг... У них там есть метеорит, я с ними не шутил. И много еще чего. И трактор. Неприятная ситуация режиссер Роман Баранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин